200, полочка, и поехали! Надо немножко выдержать вот это вот издевательство над аэродинамикой Эд. Немножечко, ко-ко-ко, ко-ко, ко-ко-ко, 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 ух ты шко! Высота 5770 метров, мы находимся в атмосферной волне. Потом ручка на себя и раз! Как же красиво! Не переживай! Я не переживаю! Я же много раз, я сто раз так делал! А я-то не могу почему-то баллон открыть. Вот тебе, пожалуйста. Русские формы вверх. И irgendwie розказчика и решила решить в мире. И люди подключаются, не просто мало. Говорят, что такое, что такое сфоро, связано с форо, с форо, что такое сфоро, неое сфоро и неое. Я-то не могу считать как минимум на форо форо фороа в мире, Раду летит внутри криста, и как бы говорю, что такое сфоро лавкость, Корректор А.Кулакова с ним нет, но у них в Ahol, в первую очередь, из них нет. Например, никакие атмосферы вовремя, все ли на ледр. не знаю что я. Но вот так, вот так, вот так. Это следствие многое оплаты такой, которую мы все прощаем, когда мы все оказываем, так что это с нашим вопросом, То есть, вот так. Субтитры добавил DimaTorzok shek tras veo cerce, ну она sourde tendon, вот здесь есть мы с властье, изменилась эта сложика, teh что отļこ от ее так же неудобно программу привязанной. И уже сегодня на высшем сфере, что мы будем, мы будем начать эту ситуацию. И вот здесь, это чисто, просто, по поводу этого же. Стратегия. Но появляется такая, это еще последняя, как я тебе говорю, как иначе, показа, что из школы, в общем, из школы, в общем, из школы, в общем, классные, в общем, иначе мне кажется, что показалось, что мы начинаем подпишечить, но обойтись этим. И, соответственно, это только что, может быть, было все, как и мы думали, что это дело. Потому что это дело в том, что это дело. Потому что это дело. Но это дело, что мы предоставляем, что мы здесь делаем, что мы взяли. И это уже так можно делать. И еще потом все, кто-то не может сделать, но это же не просто смешно. вот здесь вы ездили с preschoolом. Идем на календаре календаре отшит faux обширный как и самое интересное действие. На разное время франшированное производство просто не смешивает. У нас есть такое берет, но еще не grupo как раз так уже говорить. Причем что делать дальше. И это очень хорошо. И у нас календарю и у нас есть как будто пазда Сигнализация, что второй пилот не дышит Здесь много всяких уровней защиты Начиная от того, что он проверяет давление на входе И заранее кислород не кончился Он начинает орать Катастрофа Скоро кончится кислород Потому что на самом деле Все, надо выключить Окончание баллона на большой высоте Чревато тем, что можно потерять сознание Был недавно случай, когда произошла разгерметизация самолетика На высоте порядка 10 километров И пилот просто не успел ничего сделать Видимо, кислородное оборудование возможно и было Но то ли воспользоваться не успел То ли что, самолет на автопилоте шуршал там еще долго На такой высоте, ну и потом упал в море Поэтому с кислородным голоданием Шутки не шутки В свое время Покажи легенду Легендарный Клаус Ольман Который тоже готовится сейчас к полету Была интересная история, когда мы Хотели полететь с Клаусом И он нас с собой взял опять же И когда все включили кислород на 4 километрах Он говорит, все включили? Моего друга там копалось Говорит, слушай, ну ты там скажи, что там Мы там и без кислорода хорошо на 5000 Он так сказал, он на связи был Клаус спокойненько выпустил воздушные тормоза Провозил нас домой Улетел, говорит, ребята завтра Кислород зарядите Вот, а потом вечером Мимо двух балбесов проходя Прочитал целую лекцию о кислородном голодании О том, что происходит с мозгом и так далее и так подобное То есть он не пожалел часа своего времени И в правил мозге так, что с того момента По сей день и дальше я летаю только с кислородом И в принципе в хороший день Начинаю даже не с 4, я не экономлю А там с 3,5 Чувствуешь себя зато хорошо Не знаю, в хорошем настроении Жрать хочется И так далее Ну что ж, будем ставить баллон Пока Клаус куда-то убежал Покажу вам чудо инженерного искусства Вот этот вот мотор Антареса Видите, он полый внутри, электромоторчик К нему красиво, к корпусу Приделаны лопасти Это просто Какой-то праздник Первой инженерной мысли На самом деле это самый первый Действительно очень хорошо сделанный Электрический планер Антарес 20 И именно на таком моторе есть планер Двухместный Аркус Е Моторы идентичные Может быть батарейки немножко разные Вот Полностью готов к полету Клаус, what is your plans today? Let's go Осматриваем наш двигатель Rotex 535C Обожаю этот мотор Очень простой Так, пружинки на глушителе все присутствуют Тормоз, зазор нормальный Охлаждающая жидкость присутствует Здесь замечательный редуктор Без регулировки натяжения ремня Просто вот поставил и все Очень надежно Если ремень болтается, надо покупать новый Кислородное оборудование установлено Баллон открыт Вот как он замечательно у меня под ногами Явился, получился Чем интересен планер ДГ-500М? Тем, что как раз на нем был установлен Мировой рекорд по высоте подъема Волне на планере Что-то больше 16 километров Установил его Стив Фосет До сих пор рекорд для планера Не оборудованный герметичной кабиной Потому что рекорд, который поставил Перлан Проект, это проект Аэрбаса Он забросился 22,5 километра И это, конечно, очень круто Но это на планере уже с герметичной кабиной А здесь было Вот этот мотор был снят Здесь была целая туча баллонов с кислородом И на 16,5 километров на таком планерочке дунули Так что я даже горжусь, что на таком летаю Мы так высоко не полезем Полезем чуть-чуть Над облаками взошло солнце Нам надо туда Потому что это будет очень красиво Поехали Поехали Подгоняемся Подняли нос Представляем закрылок Еще с плаником сам зайти О, обожаю его Рекрепецок Ну что же, друзья Мы убрали двигатель Поднявшись над облаками Вообще расчет наш был Что мы Сейчас какую-нибудь все-таки волну возьмем Но что-то как-то Пока не выходит каменный цветок То есть вот это избыточное количество влаги Возможно Или что-то еще Деформирует всю эту конструкцию И вот мы здесь что-то цепанули И опять же вниз По стимена нас опускает под облака Увы Я взял ручку сейчас Немножечко отворачиваю в сторону Но с другой стороны Где-то здесь Может быть турбулентность И как раз О! Какая радуга Зажглась красивая Вот там со страшной силой Падает дождь вниз А у нас какое-то подобие подъема Но может быть оно Немножко впереди Вот там есть Вау! Как красиво Радуга Вон я ее вижу Даже ротор Ротор вижу Красивый Сейчас попробуем Туда прорваться А пока просто ныряем в радугу Яу! 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 Ты посмотри какая красотища Кольцевая кстати радуга Здесь падает вниз Огромная масса воздуха И образует ниже нас дождь А мы здесь пока Над всем этим великолепием Облака падают с горы А поттер И у нас видите нолики И даже вон волна пошла Вау! Спасибо я кончил Да! Но волну мы все-таки Мы взяли что-то непонятное То есть что-то здесь поднимают Не, здесь будет что-то Но это будет такими всплесками То есть устойчивой волны не будет Но по крайней мере есть Вот эта магия падающих осадков И может быть вот там впереди Что-то будет Опять ныряем в радугу Вот это облако прямо по курсу Мне нравится Оно такое Как раз роторное И там впереди Не волну так ротор мы обязательно возьмем По крайней мере поржем Друзья Это одно из самых Забавных наших начинаний Я еще хочу петлю вокруг ладуги скрутить Тоже очень-очень Но Посмотрим как это получится Вот сейчас проходим через Самые ад Да Минуса Сейчас я отворачиваю Чтобы облачность не входить Потому что Заблудиться можно хорошо По идее Вот перед вот этим облаком Должен быть подъем Потому что там феновая щель Наблюдаются Но щели эти сегодня Такие Весьма Сложные Вот аэродром Эспермонт По опыту Волна стоит где-то Над его центром Но не сегодня Видите Сколько облаков Сколько всякой мути Но в любом случае Еще пробуем Эх Обидно Досадно Ну ладно Вот вы видите Друзья Что не всегда Так сказать Не всегда Кату-Солнышко Что-то стоило Не всегда Кату-Масленица Но Зато вы видите Краски какие-то шикарные Присутствуют у нас И конечно Вот это Чудище облачное Вы над всем этим Были великолепием Но вариант Подлететь К вот этому облачку Оно роторное Низовое Посмотрим Посмотрим Что здесь Дают Каких чертей Тут Ну и потом Опускаться в динамики Может мы еще Полетаем в динамиках Если дождь Нас Не съест Можно подождать В принципе По прогнозу Давали Что Хорошая волна Стоит Чуть ли не с 11 Это Клаус Нас Сгоношил В такую рань Кстати Здесь можно будет В роторах бодаться По крайней мере Поржать Вот он Роторочек Этот Вот плюсик Небольшой Друзья Есть Над этим Роторочком Смотрите Но это Не то Что я хотел Но Бодаться Это можно Сейчас и будем Бодаться Вот на фронте Это облачко Сейчас будем ходить Такая Косая Дурная Но волна Ведь Мы видите Нарезали Несколько восьмерок И На удивление Я устойчиво Поднимаюсь То есть Я изначально Немножко не там Искал волну А может Она только-только Запустилась Потому что Мы В принципе Протрахтели Тут Все что могли Но Факт остается фактом Мы медленно Но уверенно Со скоростью 1 метр в секунду Карабкаемся вверх Что не может Не вселять Некий оптимизм В нас Тем более Посмотрите Какой ужас Внизу Черное Страшное Облако Поднялись Мы друзья Выше Облаков Замечательным Образом Наша Текущая Высота 2900 метров И она Медленно Но уверенно Растет Даже до 2 метров У нас сейчас Поток Ну и надо Облаками Красиво Может быть Найдем до Кислородных Высот Через некоторое Время Так Высота 4100 метров Фу Так Это Где-то 12 12 тысяч Чем-то И мы Уже на кислородике Уточнение На кислородике Сейчас я Включаю Оп Поворачиваю Вот эту волшебную Ручку Оп И начало Пшикать Сейчас проверю Баллон открыт А баллон-то Я не открыл Видите Сигмализирует Система Что Ай-яй-яй Катастрофа Мы все умрем Ай-яй-яй Так Эть А я-то Не могу Почему-то Баллон открыть Вот тебе Пожалуйста Занорс Нет Я его притянул Настолько сильно К На шестигранник Это нет Отстегиваюсь Поволновались Иначе бы Видео не было Таким интересным Да На самом деле Действительно Как только Я начал открывать Баллон Начал прилагать Какие-то физические Усилия Высота все-таки Уже 4 тысячи Прямо Реально Стало не хватать Кислорода Ну и паники Никакой нет Но вот это вот Ощущение Что надо что-то делать Делать что-то надо Воздуха не хватает Ай-яй-яй-яй-яй То есть здесь важно Просто спокойно Или А Выпустить воздушную Тормоза Спуститься И разбираться с этим Или Спокойненько Успокоиться Благо у меня Такие случаи уже были И взять Сделать Правильное решение Во-первых Отстегнуться Чтобы было Свободы побольше Чтобы в волне Не трясет Все в порядке И второе Взять и Открыть баллон Мне казалось Что вентиль Зажало На самом деле Я его просто Достаточно сильно закрутил Когда я Дуная руками взял Вентиль Он открылся На данный момент Вот он наш баллончик Как видите Ногам он моим Не мешает Я сижу Все в принципе так Удобно и в порядке Вот ноги обычно Я Когда ученик пилотирует Ставлю В вебре Вот так Сейчас конечно Удобнейшая кабина Мне очень нравится У нас чудесный Дозатор Сейчас Подает Видите Мигают огоньки Пшик Пшик Он видит разрежение В ноздрях Когда я пытаюсь Вздохнуть И на вдохе Подает Немножечко кислородика Сейчас у меня Стоит на Н Я так понимаю Что это типа Подача Всегда Можно переставить На Д5 Это я так понимаю Что он с 5000 фунтов Футок Начинает давать А это С 10 Видите Тоже работает Можно поставить Автоматику Ну я обычно На N Включаю Потом есть еще Какой-то режим F1 Надо инструкцию Почитать F2 F3 Здесь еще есть Специальные маски Можно так Это запрограммировать Чтобы Была непрерывная Подача кислорода В общем Кучу всего Можно сделать Переключаемся На самый Первый режим Это он только Включился А здесь Мигает лампочка Если кончается В кислороде В полоне кислород Видите Уже заговариваться Начинаю Фирма Производитель У вас На экранчике Совершенно Потрясающая штука Я очень доволен Вот этим оборудованием Студента моего Сдуло С волны Волна у нас Видите На экранчике Вот она впереди Настолько Сильный ветер Ветер сейчас 94 км в час Поэтому Закрывок Сразу переставь Разгонись Ну и как раз Вернешься в волну Что у нас хорошего Ну альпы Даже манблан Виден На самом деле Сейчас я вам покажу Вот там Манбланчик Далеко-далеко Сама верхушечка Торчит Мы сейчас попробуем Подняться выше Четырех Там чуть на 5800 На пекли пюре Точно можно подняться Сейчас немножко Здесь еще наберем И будем перелетать С кислородиком Хорошо Сразу же Ясность мысли Коступила Капайл это нашу По его спросим Как тебе с кислородиком Ощущение Ну такое Как говорится Немножко Хай Что немножко Хайп Хай Хайп Это знаешь Как Кайфория Такая Ааа Дали подышать И селящим газом Как тебе вообще Альпа и волна Замечательно Вот Я все еще Понимаешь Мозг не в состоянии Переварить сразу Столько Позитивных впечатлений Поэтому Его сейчас Как раз крыло Показывает На Монблан Клаус С нами Должен был лететь Но что-то у него Случилось С сегодня с планером Пошел на посадочку А наш план Сейчас вот Взять волну На пик дебюре И попробовать Дают Что очень хорошие волны Стоят на экране И видно что там Яблаков не так много Все горы открыты Можно будет Очень интересно Мне кажется Полетать там сегодня За бортом уже явный минус Очень холодно Как вы видите Друзья Редкий случай Когда я В штанах Такое ощущение Что в ногах уже минус Не только за бортом В ногах уже минус Да Не только за бортом Вот эта система С канюлями Является Очень комфортной И ее можно использовать Ну где-то до 6 До 7 тысяч метров Ну 7 уже под вопросом Дальше идет маска Дальше бывает маска С небольшим наддувом И Хочу ли я выше Ну я даже не знаю То есть Картинка практически Не меняется Вот визуально Ты уже Большой разницы Не отличаешь Высота там 5800 Или там 6 или 7 Ну наверное На 10 уже будет Там Ну земля все равно Не круглая А вот вред организму И риск для жизни Достаточно приличный Если что-то На десяточке случается То можно И сознание потерять Не дай бог С кислородным оборудованием Какая-нибудь фигня Поэтому конечно В этом случае Кислород дублируется В этом случае В планере нужно Вместо мотора Пекать на такую кислороду И наверное Это Какой-то подвиг Ради подвига Потому что Саму техническую возможность Подняться на 16 километров Стив Фосет Показал Как это можно сделать На таком планере Мне кажется Наиболее интересно Если уж брать на то Полеты Перлан проекта Когда вот 23 километра 22,5 И это реально высоко Итак Три петли Волне Разгоняемся До скорости 200 километров в час Вот 200 Это рекомендованная Скорость Для начала петли Потом ручка на себя И Раз Лагер прокручивается Провисли Ну не провисли Невесомости То есть Меньше единицы Перегрузка была В какой-то момент Но невесомости Не было Я сейчас друзья Развернусь Чтобы О Сразу смотри Волна пошла Сразу 200 Полочка И поехали Йи-ху О, как же красиво Не подвисли Нет, не подвисли Не переживай Я не переживаю Я жал Много раз Я сто раз так делал Друзья, маленькая Красивая вставочка Как берется волна На пик дебюре Вообще Как красив Пик дебюр сейчас Вот у вас Роторное облако Оно образуется За счет того, что Воздух С пик дебюра Падает вниз Как он падает вниз Я вам сейчас покажу А потом Отскакивает вверх И вот перед Вот этим косматиком Роторным Как раз и есть волна Друзья, чтобы вы понимали Происходящее Воздух переваливает Пик дебюр Вот так Несется со страшной силой Вниз Отскакивает И оп Поднимается вверх Вот где мы сейчас Там оно поднимается Кажется, что невероятно Но так оно на самом деле и есть Потому что видите У нас стрелка сейчас На нуле Если я немножечко пошарюсь Я найду Где же эта волна посильнее А пока просто хочется Поближе к пик дебюру И показать вам Это тут Буйство Энергия Как облака Переваливают вершину И дальше Энергично опускаются вниз И тают Почему тают? Потому что воздух Который опускается Он разогревается Вот такой Бесконечный Облакопад Вы наблюдаете Прекрасный же И свежий снег Этого года на вершине Выпал он Соответственно Когда тут дожди были Вчера Вот свеженький снежочек Уже есть Ну и такой же Свеженький Красивенький Большой гора Снежочек Высота 5770 метров Мы находимся В атмосферной волне Сейчас наше крыло Показывает на Монблан Видите На горизонте Далеко Далеко Монбланчик торчит Очень красиво Друзья И вот мы На кислороде Дышим Оборудование работает Исправно Никуда ему деться Оно кстати Мне очень помогло Летом Я на Тарусе Летел на Монблан И Думал Поставить кислород Нет А у меня На моем одном планере Стоит кислородное оборудование И Когда я купил Таурус Я первым делом Купил себе комплект Оборудования Чтоб оно Так сказать Было И Утром Я посмотрел Тробку облаков Думаю Ну вроде как До четырех Можно не брать Потом думаю А вдруг Все таки И Взял с собой баллон А баллон у меня был Не закреплен К сожалению В Тарусе Я там Запихнул его Специальный мешок Обложил Пягеньким Чтобы если вдруг Будет турбулятость Баллон начнет летать По кабине Чтоб он все таки Не пришиб меня Но это было Мудрое решение Потому что Высота все таки Была большая Вот когда будет фильм Про Таврус Пепестрель На Монглане Обязательно Все это увидите Так что Не ленитесь Брать кислород с собой И вот сейчас На с этой высоты Мы Так Любуемся окрестностями Планируем наш дальнейший полет И хотим просто Показать вам Как же это прекрасно Выбраться На вот такие Большие высоты И Иметь возможность Путешествовать по Альпам Дальнейший путь Вот крыло показывает На заповедник Икранс Мы туда сейчас можем Перелететь Ну и дальше Вплоть до Даже в принципе На Монглан Можно сегодня Слетать С волнами Но единственное Видите там Все залито поле Рядом с Монгланом Залито Сплошной облачностью То есть Чтобы дойти нормально Нужно вот Переводить туда Поближе к Италии И по чистенькому небу Там тоже стоит волна Длинная Двигаться 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 Стараясь не заходить На места Где есть сплошная облачность Ну что ж Вот вам еще раз Панорамка Мы этот вид Впитываем Всеми силами души Капайлот Как тебе? Удивительно Удивительно Это похоже на магию? Это похоже Да Я себя чувствую рыбкой В аквариуме В аквариуме И без в аквариуме Да Но нога правая Все Я не чувствую Правую ногу Отморозил Морозил Мы не взяли чуни У нас специальное оборудование Есть для зимних полетов Но как-то казалось Что не зима вроде Мы мало того Что не взяли чуни Мы предусмотрительно Промочили ноги Да Перед тем Как там был дождь У нас с утра Роса и так далее И тому подобное Аэродром наш Вот он виден Сейчас С большой высоты Так Я увеличу скорость Чтобы не ходить Выше 5800 Потому что Сверху над нами Входят уже Рейсовые самолеты Всевозможные Не хочется нарушать Мы вот начинали От этого Пик-де-бюра Низенько-низенько Но сейчас видите Как хорошенько набрали ДГ-500 Прекрасно ведет себя В условиях Так сказать Волны О Кстати Зажлась какая Красивая ринза Посмотрите Ну что На путешествуем Закрылок Оп Фиксируем планету И встаем На маршрут Скорость 200 Полетели Класс Друзья Мы едим за учителем Вот он Клаусова Вы видите Можете оценить Немножко разницу В качестве Налетательных аппаратов ДГ-500 На котором мы летим Все-таки проигрывает Антарр Тут качество 60 У нас 46 качества Особенно на высокой скорости Клаус 18 метров Наверное На 400 Мы же доходим Сейчас В заповеднике Игран Сейчас я вам покажу Самые красивые места Вот оно Озеро Бабочка Очень красиво смотрится На поиске А мы пытаемся Здесь Где-то Балму взять Клаус Ушел направо На 2 часа Да Не вижу По 2 часа И выше Вон он А Вижу Да Сместился Прощупал здесь Волгу Не нашел Но друзья Мы за Клаусом Дальше не пойдем Почему? Мы замерзли Очень сильно То есть Мы конечно Полные двоечники Взяли кислород Подготовились А по поводу Обуви Завершили Глупость Просто несуспетную Потому что Надо было Хоть немножко Подумать головным мозгом И понять Что Вообще На конец сентября Это уже Все-таки Не зима еще Но Масса Воздущая Вот эта Пришла От Арктики Сейчас реально Очень холодно И у моего Капайлота Снялась Левая нога Или правая 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 ноги Он уже не чувствует Поэтому Мы вам Быстренько Доснимем Красоту Чуть здесь И вернемся В обратную сторону Собственно Я сейчас И пользую Большую скорость Высокую Как раз Для снижения И сейчас Еще мы В низко днях Попали Посмотрите Прелка Вариометра Лежит Понежал Кстати Надо валить Отчеток Сейчас Сейчас Мы еще Пойдем С инкуленты Вот это будет Самый Рок-эн-рол Сейчас Надо против ветра Выскочить Из этой зоны Нинусок Так Я взял ручку Друзья Минус 6,5 метров В секунду На успехлителе Механический Вариометр Лежит Стелка Высотомера Отчитывает Сотни метров Как У нас Осталось 4 300 С нашей Огромной высоты Продолжается Минус 6,5 метров В секунду Какая-то Жуть Какая-то Непонятная Да Вот это Что называется Горы Друзья Немножко уменьшилось Снижение Я рассчитываю Что вот здесь Будет чуть меньше Хотя Но все равно Сделка на минус 5 Шли удачно А сейчас Просто какую-то Адскую дыру Попали Воздушную Эти горы Вырастают В размерах Я развернулся Уже По пути В сторону Аэродрома Вот Сразу же Снижение Чуть уменьшилось Все равно Минус 4,3 Держу ручку 200 км в час И вы представляете Друзья Что будет Если Опуститься Вот в этот ад Понятно Что там нет посадок Понятно Что там жуткая Турбулентность Здесь Вот В этом разнице На экране Естественно Ни одного Аэродрома И мы Конечно Долетаем До нашего Аэродрома Без проблем Потому что Высота С которой Мы ушли В этом Спидицу 5-800 Нам это Позволяло Никак Принуса Не заканчивается Как они 5 были Так и остались Но немножечко Чуть-чуть Меньше Настретителя Минус 3,6 То есть Сейчас Был момент Когда Принуса Были Несильные Почему Сейчас Ну потому что Идет Стих С этой Горы Надо нам Я взял Ручку Все-таки Попытаться Перевалить На Наветвенную Сторону Хотя бы Потому что Сейчас Значит Мы Уже Скоро Дойдем До ситуации Что Перевалы Не проходим Какой-то Трэш Угар Да Принцесса Вот в этом Отношении Получше Будет Потому что Аэродинамика Вот этого Планера Такова Что На такой Скорости Больше 200 Качественного Аэродинамически Высоким Не обладает Друзья Все-таки Это Не Принцесса Но На скорости Поменьше Все Не так уж Плохо Визуально Чувствуется Как Плохись Падает Где-то Воздух Должен Вверх Подаваться Мы же Были Волня По облакам Все Прямо Глаза По горы Оооо И Чуть уменьшил Скорость Динамическое Качество У нас Повыше Будет И мы Сейчас Потихонечку Потихонечку Пряпаем В сторону Пады Полетали Ну тебе Хоть потеплее Стало Ну Как тебе Сказать Честно Нет А так Да Ветер У нас 74 Км В час Будет 310 Градусов То есть Северо Западный Ветер Одно Вепре Меня радует Друзья Что он Прекрасно Переносит Турбулентность Вот чего Не отнять У этого Планера Просто Где Принцесса Шатает Так Что С дым идет Вепер Здесь Не Принцесса Не Принцесса Конечно Видите Что камеру Качает Подрягивает Но в целом Не критично Здесь на динамике Рассчитывать Смысла нет Если только Какое-то волновое Явление Оно К сожалению Оно Здесь Отсутствует По ряду причин Но Видишь Мы По крайней мере Линию Заняли Без снижений Друзья Сейчас Потихонечку Прыг-прыг-прыг Перескакиваем К нашему Замечательному Пиктебюру Который скрывается В облаках Как видите Друзья Все хорошо Мы долетели До Пиктебюра И даже на высоте На которой Можем опять взять волну По дороге Мы встретили Волну В долине Как раз По которой Шел В начальном Этапе Клаус По которой Шли мы Вот Или Вопрос Будем ли мы Продолжать Не знаю Очень холодно По крайней мере Сейчас попробуем Пролететь Так Чтобы не отгрести Самых Сладких Людей Или отгребсти Если отгребем Вы этого Видите Сейчас Для этого Самое время Потому что Мы ниже Пиктебюра И в самом Таком Жлом месте Но почему-то Она пока Не керачит Я не знаю Почему Вот Роторное облако Слева По идее Перед ним Должен Польчем Проверяем Этот процесс Эту теорию Вот Оп Начинает Как раз Тягачить Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Вот 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 То, о чем Большую Иди Да Слушай, но Вейпари Конечно Изумительный аппарат Друзья Я В этот ДГшку Просто Обожаю Потому что Она Турбулентности Ведет Я Собственно Его и назвал Так Вепри Жена Предложила Потому что Во-первых У него Мордочка Нарисован Вона 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 Мордочка На нем И Второй момент Что Вот эта Турбулентность Просто Раздирается Кулаками Такими Трассы И Пофигу Все Твою Мать Как Это Все Не Просто Вот Друзья Подъем Есть Волна Есть Но Очень Турбулентно Конечно Сейчас Надо Немножко Выдержать Вот Это Издевательство Над Аэродинамикой Эти Немножечко Ко 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 Секунду На Стрелка Лежит Высота Стремительно Растет Ты На Ручке Да Я на Ручке Делаю Правый Вираж Чтобы Не Выпасть Из Этого Но Вы Понимаете Чтобы Прорваться Вот В эту Зону Где Дальше Халява И 6 Метров Секунду Нужно Пройти Через Настоящий Боевой Ротор Если Вы Пролетели Издалека Возьми Ручку А Мы Пролетели Издалека Вот Место Откуда Мы Начинали Наши Путешествия Там Секранца Для того Чтобы Далеко Летать Волнах Нужны Планера С Хорошим Аэродемическим Качеством Убирая Крен И Влевый Газ Переходи И Именно С Высоким Аэродемическим Качеством На Капайло Тут Говорит Слов У него Нет Но Я Понимаю Потому Что Когда Ты Оттуда Пролетаешь Думаешь Ну Все Кирдык Сейчас Мы В этих Горах Останемся Потом Сюда Пролетаешь Тебе Трясет Потом Раз И Такая Магия Волны Конечно Сказать В принципе Нечего Друзья И Говорить Ты Не Нужно Будет Где-то 130 Скорость Использовать На Посадке Немножко Непривычная У меня С закрылками Здесь Работа Потому Что Ой Закрылками С тормозами Они Не Нейтральные В смысле Усилия Немножечко Получается Что Усилия С ростом Скорости Может Расти Ну То Есть Твои Нюансы Мне Приходится Реально Рукой Или Давить Или Толкать Или Еще Что Вот Жуткая Болтанка Подхожу К планете Скорость 150 Вперед Планер Не Летит Практически Представляете Какой силы Ветер Дует Вот Сейчас Аккуратненько Притираю К земле Оп Все И мы Приземлились Оп Хорошо Отлично Ну Ведь Вещи Это Будь Здоров Сейчас Как бы Мы Назад Не Поехали До Нового Встречка У Поважаем Любители Летных Видов Спорта Хе Хей Да До новых Позитивных Роликов Продолжение следует... Продолжение следует...